Мама Мия! Спонсор нашей программы бренд Томми Типи, самый известный бренд детской продукции в Англии, а теперь и в Молдове. Сегодня у нас в гостях Ирина Бабусенко, телеведущая, мисс Молдова 2000 года и мама троих детей. Ира, привет! Добро пожаловать к нам на программу. Очень мне приятно, что вы меня позвали. Ирина Бабусенко со школьной скамьи находилась в центре внимания. Уже в 1998 году она выиграла свой первый конкурс красоты и стала мисс Кишинев. А спустя два года сделала еще один серьезный шаг в сторону модельной карьеры и завоевала титул мисс Молдова, первый в истории нашей страны. После этого в жизни Ирины случился брак, рождение двух дочек погоды, которых до сих пор многие принимают за двойняшек, развод с первым мужем и много работы. Но уже не в разочаровывающем ее модельном бизнесе. Сегодня Ирина Бабусенко состоявшаяся женщина, успешная телеведущая, счастливая жена и опытная мама троих детей. Ира, ты совсем недавно стала мамой третьего ребенка. Сколько твоему малышу? Семь месяцев уже. Мы уже большие, уже самостоятельно сидим. А девочкам сколько? Девочки старше 12, а младше 11. У тебя довольно-таки большая разница между детьми. Да, вот мне в молодости говорили, что очень хорошо, что у тебя первые дети это девочки. То есть ты родила нянечек, а потом уже родишь мальчика и у тебя готовые няньки. И вы знаете, я соглашусь с этим, да. То есть твои девочки стали няньками, да, для младшего? Он очень мне помогает, при том, что когда я планировала третьего ребенка, я вообще об этом даже не думала и не мечтала. Я как-то планировала няню, как я с работой буду решать, но я не учла тот факт, что у меня две взрослые, мудрые девчонки, которые просто очень сильно мне помогают. Я так понимаю, у вас няни нету, да, или есть и няня, но в основном помогают девочки? У нас няня, которая воспитала моих девочек. То есть это няня уже со стажем, никто не знает, сколько ей лет, она держит это в секрете. Но вот так сложились звезды, что получилось как раз, когда я была беременная с Мишкой, она как раз мальчика уже как бы 5 лет ему было. И в принципе она уже его в садик отправила и как раз пришла к нам. Судьба. Скажи, пожалуйста, чем помогают девочки по уходу за малышей? Абсолютно всем. Вот нет ничего, чего бы они не могли сделать. Все, они меняют памперс, они его могут покормить, они укладывают его спать, когда это надо, потому что у меня есть иногда ночные эфиры, и няня у нее тоже свой график, и она на ночь не остается. Поэтому этим занимаются мои малышки, которые очень хорошо справляются, у них свои какие-то методики, отличающиеся от моих. Поэтому у нас такое разделение, все как бы держат дежурство, вот и все делают, абсолютно. Я так понимаю, у тебя помощь есть постоянная, поэтому ты с легкостью перешла на рабочий режим, от режима домашнего. Как вот этот переход, легко он тебе отдавался или нет? Очень легко, я вам скажу, как бы я, это уже третий ребенок, и я прекрасно знаю, что любой маме не надо закапываться в пеленках, в памперсах и в каких-то там мыслях нехороших, что она там внешне плохо выглядит. Поэтому надо бежать куда? На работу, вот. А на работе ты себя чувствуешь всегда по-другому. Особенно, когда ты рано вышла на работу, тебе еще и все как бы говорят, вау, ты уже вышла на работу. Когда ты вышла на работу после рождения? Я вышла через месяц. Через месяц? Да, я быстро. У меня все было запланировано. Я себе поставила план, что в августе, 1 августа он родится, и 1 сентября я выхожу на работу. Он родился 1 августа? Нет, он родился 8 августа, поэтому я вышла, по-моему, 3 или 4, то есть чуть-чуть мы сдвинули. Но в принципе, как бы план мой созрел, и было все отлично. А у тебя не было угрызения совести, что ты так рано вышла на работу, что ребенок остается с няней, с дочками? Нет, вообще не было никакой угрызения совести, потому что я придерживаюсь такого мнения, что когда мама счастлива, в любой ситуации ребенок будет счастливым. Если надо, главное, уделять ему достаточно времени, но это не значит, что ты должна абсолютно все время уделить. У меня, слава богу, такая работа, где график позволял между эфирами приезжать и кормить ребенка груди. Поэтому я проблем таких не испытывала ни с кормежкой, ни с вниманием к нему, потому что, в принципе, он в первые дни, в первые месяцы он спит долго как бы. Поэтому я всегда как будто бы была рядом и заодно одной ногой на работе. То есть у меня очень так сложилось все прекрасно. Ты все еще кормишь грудью? Нет, я уже не кормлю грудью, я довольно рано закончила кормить грудью. При этом у меня с первыми девочками были свои какие-то проблемы, то есть у меня там не получалось что-то, как-то я там мучилась, и для меня это был ужас. Поэтому к этим родам я готовилась к кормежке. Я очень много литературы прочитала, я взяла просто массу каких-то различных телефонов, каких-то женщин, которые мне прибегут на помощь и откачают это молоко, и я буду просто счастлива. Но у меня все прошло так хорошо, то есть молоко пошло, не было никаких вопросов там с трещинами. То есть он просто такой идеальный ребенок у меня получился, что единственное, молока было не так много, сколько он требовал. Ты почувствовала разницу между родами с девочками и вот нынешние? Потому что у тебя довольно-таки большая разница в 10 лет. Сколько твоим девочкам, скажи? 12 и 11, ты знаешь, я почувствовала разницу. Я вообще скажу, это, конечно, очень смешной вариант, когда на меня смотрела врач, она мне была больнее почему-то. Либо я уже взрослая, я как-то ощущала каждую минуту то, что происходило. Я рожала очень быстро, то есть я за 2 часа уже все. Ты сама рожала? Да, я сама рожала. Но я, видимо, каждую минуту, каждое мгновение так я его прочувствовала. И так мне хотелось, чтобы все прошло хорошо. И так переживала за малыша. Поэтому, конечно, разницу в том, что я, наверное, эту боль тоже ощутила немножко сильнее, чем вот в молодости. В молодости это было что-то неизвестное, это было как-то все страшно. Видимо, этот страх и вот эти все волнения в ожидании первого ребенка, оно все перекрыло вот эту боль, которая на самом деле немаленькая. Но сейчас я ее уже не помню. Ты уже ее не помнишь, но ты почувствовала разницу, как было тогда и как сейчас. Даже твоя осознанность, подход к материнству, к родам и ко всему этому приятному процессу. Да, в этот раз было намного все легче, проще. То есть у меня не было никаких там заморочек. Я там не сидела, не готовилась к позе йоги, что сейчас я вот буду, сейчас идет схватка, сейчас вот все. Такого не было. То есть я себя спокойно понимала, что по времени я все рассчитывала, я все знала. При том, что я врачам еще и говорила, так, давайте быстрее, потому что я уже рожаю. Да нет, я уже рожаю. Я как бы знала по времени, что я быстро выйду, вернусь из родзала, быстро вернусь, потому что как бы... Ты была настроена положительно, ты знала, что надо делать, как и, соответственно... Я знала, что все в родах зависит от матери в первую очередь. В первую очередь это надо взять себя в руки и помочь ребенку преодолеть этот самый тяжелый в жизни, его самый первый такой вот трамплин перепрыгнуть. Это просто родиться на свет. Это очень тяжело, это надо помочь. Не было ли у тебя страха, вот у тебя две дочки, да, а сейчас сын? Как ты справишься, потому что есть гигиена для мальчиков, для девочек, есть свои особые... В этом у меня не было страха. У меня страх вот в дальнейшем, потому что это совсем другой психотип, то есть это мальчик. И я вот заморачиваюсь немножко вот в этом плане, потому что мне кажется, что это немножко другой подход и мамы, и папы, и об этом надо все время думать, потому что это мужчина растет, и каким бы я хотела его видеть, мне тоже это важно. И тяжелее немножко вот с этими... Но вы уже планируете, куда вы его отдадите, на какие секции спортивные или... Да. То есть есть у вас уже в планах, что вы будете делать? Есть, и они каждый день меняются. Вчера он у меня был пловцом, сегодня он у меня хоккеист, завтра он у меня... Я когда вижу какое-то событие, которое вот, допустим, в мире происходит, мне кажется, все, мой ребенок будет точно, я его туда отдам. Нет ли ощущения, что ты воплощаешь свои какие-то мечты или мечты мужа в реальность? Конечно, коньяка, куда мы... То есть я не была танцором, значит, вот он будет. Значит, ты пойдешь, да, и будешь, да. Но я не давлю на детей, у меня старшие тоже, я на них не давлю, они всегда сами делают выбор. Просто единственное, я знаю, что детей надо заставлять, заставлять. Но надо сначала выяснить, в каком творчестве или в каком спорте они как бы хороши. Это надо адекватно смотреть на это. Я просто вижу, что мои дети, они такие, они плавающие, и что-то из них вот... Одна девочка у меня в творчестве, в рисовании, вторая у меня музыкант больше, и она вообще во всем хороша. Как у тебя обстоят дела в плане спорта? Занимаешься ли ты сейчас? Занималась ли во время беременности? Какое у тебя отношение к этому? Со спортом у меня отношения плохие на сегодняшний день. Это я себя так убеждаю, отсутствие времени на него. Но это, видимо, я так подсознательно это хочу, чтобы не было на него времени. Но я знаю, что заниматься спортом обязательно надо. Первые мои беременности я все занималась спортом, причем вплоть до родов. И потом я довольно-таки легко восстанавливалась благодаря спорту. В этот раз я чуть-чуть дала слабинку. Скажи, пожалуйста, слышала ли ты о диастазе? И есть ли он у тебя или нет? Я знаю, что есть такие проблемы у женщин, и надо там какие-то упражнения делать. Вот, у меня этого нет. Мне конструкция, наверное, позволила, чтобы такого не произошло. Но, опять же, наверняка, потому что в молодости я очень хорошо качала пресс. Может быть, это с этим связано, не знаю. 30% женщин сталкиваются с проблемой диастаза. Что это, какие упражнения можно делать во время диастаза, вы узнаете в рубрике «Фитнес Мама». «Мама Мама Мия!» Салатаря, фетелор! Салатаря, фитнес Мама 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 Пусть и плечи, с птицами и плечи. Релакс-птицами, сплошь, по боку, ах, здесь симметром. Готовы, выгодим, два депчатя, и плечим и в облаках, и аропат физи сифоиды. И плечим, рельсам плечи. Рыдикам плечи, вкладам плечи головы и плечим, Палпам? Да, палпам, чтобы увидеть, если есть или нет диастаза. Да, если есть, и как и дегет в голову, в голову, которая формировалась. Нормально 2 см, 2 см, 2 см и 2,5 см. Диастаза обдоминала есть три стадии. Первые два стадии, где-то 7 см, диастаза не нужна нищего тратания chirurgicalа, или медикаментоза. Все, что нужно делать, это комплекта специалистов, и диета соответствующая. Экзерцициалы, практически, очень простые. И, в основном, мы требуем, например, на респирации, на движения respiratorии, на анкордирование мущества адекватных, и, в случае, на анкордирование мущества, от мущества, мущества адекватного мущества адекватного мущества. То есть, что все начнем? В позиции, мы в состоянии расставной спады, острое спады, это очень принципиалов, чтобы сделать поэтому, так как декат что-то выращивание, когда высказываем, и начнем с батута. который предупреждает трагение буртии в результате экспирации. Мы экспираем и трагем бурта, лент, и лент, мы расслабляем. Мы контролем, с обеими ногами контролем пресса. И начнем с экспирации. Распираем пламыни и трагем бурта. Мы трудимся к нам на колонне вертебра. Лентом релаксарио. Распирация перманент. Урнатору известизем, позиция инициала печорили древте. И начнем с флексией печоровой, ажунжем к генунку лапепт. Позиция в вакуум. Испирация, и инспирация позиция инициала. Ильтернаем печорили. Проматор. Привожим физика. Урожим позиция. Примика пряжи по палке и генуне. Примика пряжи по палке и генуне. Примка пряжи по генуне. И экспирация, и экспирация, и вакуум, и инспирация, и в хиперэкстенция. Первое, с позицией, расширение, 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 и в таком случае, мы расширение иметь вакуум. Возвращение. Умывая шерсть, последний шерсть, плана латерала. Мы расширение на стаде латерала с антибраса или палма? Да, мы расширение на палмах, мышцы, расширение, расширение в голову, расширение, расширение вверху, И вторая мина, в позиция обе мани, в проекте, 30 секунды. В конце концов, какие рекоменды по которым вы можете дать мне мамики с диастаза обдоминал? Например, он в консультации хирурговой, он может снатос добиться, и виталия месила рукопивася, он режим алиментарный рационал, и минимум молодые экзерчити и пекаристы для маркетинга. Ирина, ты собираешься вернуться в спорт или нет? Конечно, собираюсь буквально сейчас, даже на следующей неделе. Что мотивирует тебя? Вот ты говоришь на следующей неделе, я просто часто слышу от своих девочек. Лето на носу. Первая мотивация? Да, лето, во-первых, ты себя хорошо всегда чувствуешь, когда занимаешься спортом, легко тебе все делать. Малыш стал тяжелее, поэтому надо уже более быть подвижной, пластичной, потому что он начнет сейчас ходить, ползать. И я понимаю, что спорт очень даже будет нужен. Уместен и нужен. Да. Занимаются ли спортом твои девочки? Мои девчонки, ну вот конкретно какого-то младшая занималась у нас фигурным катанием. Старшая, если можно назвать танцы спортом, где-то там иногда ходила на какие-то танцы. Сейчас очень просит и хочет пойти на РМБ, но я понимаю, что им нужен спорт более такой серьезный. То есть ты понимаешь, но у них нет такой потребности? Да, пока пытаюсь их просто к этому подвести, чтобы не заставлять, потому что очень тяжелая. Программа школьная, языки и так далее нагруженные, поэтому до спорта, конечно, мало времени. Какая реакция была у твоих девочек тогда, когда ты сообщила о том, что ты беременна, что у них будет братик? Абсолютно разная была реакция. Младшая дочка у меня просила вообще, ходила за мной и просила, я хочу братика, я хочу братика или сестричку. А старшая всегда говорила, нет, я не хочу. И у нее первый был аргумент, что она боялась, что маме будет больно. Вот странный такой аргумент. То есть она за тебя переживала? Да, она вот как-то, она у меня более такая спокойная и рассудительная и молчаливая. То есть она, Алика младшая, это живет эмоциями, а старшая у нас более такая рассудительная. И вот с ней было мне тяжеловато, потому что я переживала, как она отреагирует, потому что она была против. А как она сейчас, после появления малыша? И причем, когда я сказала о том, что я беременная, я организовала такое красивое, они там разгадывали по дому всякие квесты, им создала всем, всей семье. И они вышли к тому, что вот я беременная, что вот мой муж стал папой. И две разные были реакции. Один ребенок заплакал от счастья, а второй ребенок заплакал от какого-то расстройства. То есть она как-то не ожидала. И она, вот, мы очень переживали по этому вопросу, очень много работали над этим. То есть мы ее окучивали, очень много ей внимания уделяли, то есть там какими-то различными подарками пытались это все. Но поменялось ли ее отношение после рождения малыша? Да, да. Но я им всегда говорила, родится Мишка, я его отдаю вам на воспитание. Все, вопрос закрыт. Сами будете разбираться с ним. Но она сейчас очень его любит, конечно, и он очень милый сейчас. Он такие гримасы строит, что они его просто обожают. И при этом он чем-то схож на старшую дочку. Типажом. То есть и мы все как бы ей всегда говорим, смотри, как Мишка на тебя похож. И она как бы вот это, видимо, приняла уже. И не знаю, уже узнаем, когда она станет взрослой. И что она скажет по этому поводу, понимаешь, в этом возрасте сейчас они молчат. И все показывают, что все классно. Но мы же не знаем, как оно в детстве. Но мы стараемся. Предлагаю посмотреть репортаж о том, как Алика и Эмма справляются со своим младшим братиком. Мама миа! Появление младшего ребенка в семье не всегда повод для ревности старших детей. Прекрасный тому пример дочери, телеведущей Ирины Бабусенко, Эмма и Алика. Для девочек новость о появлении еще одного члена семьи стала не только неожиданностью, но и поводом для радости. Я сначала, если честно, подумала, что это было за крышу. А я очень сильно хотела брать каэль с сестричком. Она прямо просила все время, не знаю. Не знаю, мне хотелось нянчиться. Я вообще люблю маленьких детей. Мне как бы было, ну, я была рада. Ну, это было прикольно. После рождения Михаила, Эмма и Алика с удовольствием включились в процесс ухода за ним. Конечно, в свободный от личных дел время. Мы можем с ним играть. Мы в бутылочке иногда помогаем его укладывать. Вечером. Днем мы можем его улыбить. Кормим, играем его, развлекаем. Каждый день, да, по-разному. Дни после школы, а в субботу воскресенье. Мы. Практически, да. Ну, только ночью мама уже с ним. Мы разделяемся по часам. Я час, потом она час. Потому что иногда, если очень много с ним сидеть, можно уставать немножко. Конечно, случается и так, что девочки ссорятся. Спорить могут о том, чья очередь катить коляску на прогулке, или о том, кто готовит питание, а кто стерилизует бутылочки. Та же стерилизатор стоит у нас в ванной. Нас мама учила, что нужно складывать бутылочки. Ставить, чтобы из них выходил воздух. Сейчас мы должны помыть бутылочки. Сейчас кто-то гуляет с Мишкой. А я умываю бутылочки. Но в целом Эмма и Алика – дружная команда, которые всегда готовы прийти на помощь маме. И, безусловно, мама безмерно ценит усилия девочек. Ира, у тебя счастливый второй брак. Скажи, как складываются отношения между твоими девочками и мужем? Слава Богу, этого брака бы не было бы, если бы отношения не были бы замечательными. Отношения у них очень дружеские. Он для них именно очень хороший, верный друг. Они много секретов ему рассказывают. Он во многом им помогает. Даже в домашнем задании иногда. Да, у них очень хорошее отношение. У них и очень хорошее отношение с их папой. С гармонией, с семьей. Да, у нас в этом плане присутствуют. И вот сейчас нас вообще Мишка всех объединил. То есть у нас есть общее дело по дому у всех. Ты сказала, что Мишке семь месяцев. Да. Наверное, ты уже начала прикорм. Да. Каждый предмет, с которым будет контактировать малыш, особенно в первый год жизни, должен быть выбран не только с любовью, но и с особым вниманием к соответствию строгим требованиям качества и безопасности детской продукции. Сомандам за accesориile să фигуратся в кадрі фармакии. В зболе, когда мамка или татико се опропе в кадрі фармакии, то фармакия есть персонал квалификатор, который может объяснить мамию как они будут регули для sterilization, на что требуется, когда мамы пройдут. И, самое главное, очень много паринцов фармакии делают грешалу Внимание стоит уделять и материалам, из которых изготавливают посуду, бутылочки и другие предметы, которые мы ежедневно используем в процессе ухода за малышом. Продолжение следует... ...это правило распространяется и на первые в жизни ребенка, которые понадобятся малыши на этапе введения прикорма. Продолжение следует... Продолжение следует... Все обрадовались, было столько счастья и были уверены, что в 6 месяцев будут еще верхние, но их все нет и нет. И мы все ждем, и, конечно же, он вечно что-то грызет, вечно слюни текут, то есть есть такое неудобство. А ты пользуешься прорезывателями или какими-то средствами? Все, и прорезыватели, и абсолютно все, он абсолютно все грызет, и гель я тоже покупаю иногда в экстренных ситуациях, иногда приходится этим воспользоваться, чтобы он чуть-чуть не так трагично переносил зубы, которые лезут. За твоими плечами титул Мисс Молдова. Ты первая Мисс нашей страны. Ну, не первая. С 2000 года, может быть, первая. С 2000 года? Тогда я была первая Мисс Молдова. Надежда Савкова была первая у нас Мисс Молдова. Она прям Мисс Молдова была? Да. Для меня ты первая Мисс Молдова. Красива как внешне, так и внутренне. Скажи, пожалуйста, как повлияло на твою жизнь титул Мисс Молдова? Больше это был опыт, скорее всего, выйти на сцену, дать какие-то интервью. Это все, наверное... То есть желание популярности? Да. Ну, наверное, да. Конечно, и желание популярности, оно как-то подвело к тому, что сегодня я работаю на телевидении. Оно, наверное, как-то помогло с какой-то стороны. В плане, что я уже была... Знаю, что это такое. Знаю, что такое камера. Знаю, что такое сцена. Что это не так страшно. Вот. И разве что в этом помогло. А в остальном, там, выйти замуж или там найти себе спонсора, принца на белом коне, никак вообще это не связано с титулом Мисс Молдова. Когда ты вышла замуж? Сколько лет тебе было? 19. Первый раз я вышла замуж. Мне было 19 лет. Причем, когда меня награждали Мисс Молдова, мой бывший супруг вышел на сцену, многие это помнят, и подарил мне там букет цветов, ну, как обычно. И попросили твои руки. Нет. 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 Мне Мисс Молдова стало, по-моему, мне было 17 лет или 18 лет, вот, а я вышла уже замуж 19 лет. Вот. Довольно-таки рано. Сейчас я это понимаю, что рано. Но мы были оба молодыми, и у нас был такой очень дружеский брак. И поэтому все в жизни делается к лучшему. Ты вышла замуж, будучи моделью. Потом ты забеременела. Да. Но я забеременела не сразу. Первая у меня беременность была в 22 года, но я была всегда в хорошей форме. Не переживала ли ты за лишний вес? Вот в первые беременности я не переживала. Это была моя огромная ошибка, потому что надо было переживать. Сколько ты набрала? 20 килограмм. 20. Доброго, хорошего веса. Ты писала все. Были все во мне. Все, что ты хотела. Абсолютно. Не следила за питанием. Вообще. У тебя не было в мыслях, что ты должна быть худенькой, придерживаться изящной формы? Вообще никогда этой мысли не было, хотя было даже такое, что бывший муж меня называл толстой. Так все смеялись вокруг, потому что я все время себя называла толстой, хотя я была очень худой. Вот. И я когда была беременная, я ела все, что я хотела, даже перебор был. Я очень много ела. И 20 моих килограмм во мне остались. То есть ты осознанно поедала? Осознанно. Осознанно, да? Конечно, осознанно. Меня никто не заставлял. Ты понимала, что ты похудеешь или ты думала о том, придешь ли себя? Понимаешь, я не думала. Вот я не думала. Видимо, вот молодость, она такая. Она не дает вот эти вот тебе возможности, что там будет дальше. Вот ты вот живешь, тебе кажется, что ты сейчас в тебе человек. И ты вообще просто самая главная в семье, самая главная женщина, которая просто сейчас произведет ребенка на свет. И тебе можно все абсолютно. И быть толстой, и быть капризной, и кушать все, что ты хочешь. После того, как ты родила, лишние килограммы не смущали тебя, не мешали? То есть ты жила спокойно с ними? Или, может, был период, когда ты осознала, опа? Первая беременность. У меня же была одна за другой. Какая разница? Год ровно. Одна за другой. Поэтому этого вопроса у меня в голове не было, что я должна похудеть, что мне надо делать. Был больше такой легкий шок, наверное, как у всех мам. Первый ребенок, паника, что с ним делать. Каждый раз просто ты звонишь врачу. То есть... Кто тебе помогал в том времени? У меня была та же няня, которая сейчас, да. И мамы обе помогали. То есть как бы тоже проблем не было. Но все равно первый ребенок — это шок для любой женщины. То есть это... Мы все рисуем себе, что это... Ой, такой хороший пупсик. Это мой ребенок. Я буду с ним вот так вот. Я буду ля-ля-ля. Я буду петь песни. Нет. Оно же не так. Оно же совсем по-другому. Вот. И пока ты это примешь, переваришь и поймешь, что с этим можно жить, и что все прекрасно. И действительно можно кайфовать от того, что ты качаешь ребенка. И умиляться тому, что он плачет, смеется, есть какие-то проблемы. Не бежать сразу к врачу, когда у него там просто пальчик заболел. То есть... Все приходит с опытом. Все приходит с опытом. Поэтому у меня мыслей о своем весе... Не было. Вообще не было. Но когда они появились? Они же появились? Они появились. Или вес просто сам собой начал уходить? Да. Я начала следить за своим... Я не переживала. Я как-то следила за собой. В плане, что уже не так много ела, конечно. Я старалась держать какие-то различные диеты. Мы там что-то вычитывали с подружками. То есть все друг друга как-то контролировали. То есть было такое. Потом был спорт. И со временем... Но у меня было много времени для восстановления. Где-то два года я восстанавливалась после первых подряд родов. А в эти роды, конечно, это была самая большая проблема, которая висела над головой. Даже во время беременности я себя во всем пыталась контролировать. Что я много съела, что у меня уже на весах такая цифра страшная. Тебе появилась осознанность или это то, что сейчас модно быть в форме, будучи беременной, после беременности сразу прийти? Или это у тебя было заложено, что не надо быть в форме? Это, наверное, мой опыт, который мне показал, что когда ты много набрал, что это не так легко потом восстановиться. Что это много времени занимает. А если ты хочешь сразу выйти в социальную жизнь и хочешь сразу себя показать, а у тебя работа связана именно с этим, то тебе надо быстро прийти в форму. А с килограммами 25-30 плюс ты быстро ну никак за неделю, за две не придешь. Значит, у тебя есть секретики и рецепты для наших мамочек. Поделишься? Как быстро восстановить себя после родов? Ну, во-первых, закрыт чуть-чуть рот. Это первое мое правило, но не то, чтобы не есть. И даже если вы кормите грудью, все равно можно соблюдать диету. И все эти рассказы, что надо хлеб с маслом, много чая. Много чая надо, но хлеб с маслом не обязательно. Можно есть другие, есть говядина, есть мясо, которое ты можешь тоже есть. Соблюдать режим правильного питания. И понятно, что гормональный фон, он возвращается на свое место, и это довольно-таки немалый срок. Это где-то полгода, год. У некоторых, у каждого по-разному. И ты не будешь так быстро сбрасывать, потому что у тебя организм накапливает для ребенка. Но прикрыть немножко рот надо обязательно. Спонсоры нашей программы – японские подгузники номер один в Японии – Мэрис. А сейчас хочу тебе предложить поучаствовать в одном маленьком конкурсе. Ты все еще переодеваешь подгузники своему ребенку, правильно? Конечно, да. Я хочу предложить тебе поменять нашему пупсу подгузник на время. Посмотрим, насколько быстро ты справишься с этой задачей. Давайте. Раз, два, три. Старт. Надеюсь, вы знаете, что надо так делать. И подправила. Как ты все аккуратно сделала? Стоп. Ты это сделала за 25 секунд. Очень хороший результат. Да. И очень внимательно и аккуратно ты все сделала. Я заметила. Да. То есть ты не делала на скорость, а делала на качество. Конечно, обязательно. Ты что? Если ты будешь делать на… Ну, здесь играют и скорость, и качество. Две эти вещи важную роль играют. Но я стараюсь, чтобы это было качественно и комфортно ребенку было. Мэрис, кстати, очень хороший памперс. Ты используешь? Да. Мама миа. Да. 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 Порвали колготки. Платья перед выходом тебе порвали. Были какие-то такие ситуации у тебя? Слава Богу, мне повезло. У меня таких ситуаций не было. Но на моих глазах я видела различные переживания девчонок по поводу подрезанный каблук, какие-то действительно иголки в туфлях. Было такое, но у меня, слава Богу, не было. Видимо, надо, знаешь, как со всеми дружить всегда и иметь хорошие отношения, чтобы такой ситуации не сложилось. Какой опыт ты приобрела? Чем ты можешь поделиться? Ну, первое – это красиво ходить на каблуках. Я считаю, что каждая женщина, особенно чем она ниже ростом, она должна красиво ходить на каблуках. Это первый опыт, который, допустим, физический, да, скажем так. Ну и моральные такие аспекты, допустим, находиться всегда среди красивых женщин. Этот опыт повышает свою самооценку, уверенность в себе? В некоторых случаях она помогает тебе ровно держаться, то есть не поднимать нос кверху, то есть, да, не считать себя самой красивой, самой лучшей, то есть ты понимаешь, что у тебя есть конкуренция, поэтому ты твердо взвешиваешь свои какие-то, помимо красоты, другие какие-то свои способности. Вот это тоже, оно тренирует, потому что кажется сначала, вау, я самая лучшая, самая красивая, а потом раз – другая самая лучшая красивая, и эта красивая. Но у меня как бы в этом в детстве не было проблем, потому что у меня была всегда короткая стрижка, и я всегда была на мальчишку похожа в таком подростковом возрасте. И модельная школа меня сделала красивой девочкой, то есть в модельной школе у меня отросли немножко волосы, осанка появилась, я стала красиво ходить на каблуках. Меня начал хвалить Игорь Чемартан, Валентина Радченко, которые говорили, что «О, есть результат! из мальчонки, девчонка красивая!» И у меня вот всегда больше самокритики было, то есть я всегда как-то, все время смотрела на девочку «Вау, она такая красивая!» То есть эта школа, она придает уверенность девочкам? Да, уверенности и понимание, что вокруг есть конкуренция во внешнем виде девочек, то есть очень много вокруг красивых женщин, и ты в первую очередь не должна быть красивой внешне, ты должна быть внутренней красивой женщиной, доброй, милой. Но это я тоже, извините, поняла после второго брака, потому что все равно, когда ты модель, и когда ты востребована и работой, и поклонниками, то ты все равно еще не понимаешь, что ты внутри настоящая женщина, которая должна создать семью, которая должна создать уют и любовь в доме. То есть ты это поняла, когда стала мамой или после второго брака? Я это поняла, когда стала именно мамой. Я стала совершенно другим человеком, очень мягким, очень каким-то уязвимым, наверное. Может быть, это гормонально связано тоже. Но вот сразу говорю, что, конечно, роды и материнство делают женщину настоящей женщиной. Изнутри. Да. Спасибо. По доброй традиции нашей программы мы приготовили для тебя Блиц-опрос. Ты готова? Да. Без чего ты не выйдешь из дома с ребенком? Памперсы. Анестезия в родах, да или нет? Да. Ирина Бабусенко, в первую очередь, мама или женщина? Тяжелый вопрос, тяжелый. Отвечай быстро. Женщина. Гаджеты для детей, зло? Зло. Отдых с детьми или без детей? С детьми, иногда без. Фитнес или пицца? Фитнес, потому что не люблю пиццу. Секс во время беременности, да или нет? Да. Совместный сон с родителями или отдельная кроватка? Отдельная кроватка, которая рядом с кроватью. Каблуки или кроссовки? Кроссовки, кроссовки, кроссовки. Домашние животные в доме с ребенком? Да. Да. На этой позитивной ноте хочу сказать тебе спасибо и вручить сертификат от наших спонсоров сети аптеки Гиппократис. Спасибо большое. На прощание, что бы ты пожелала мамам? Терпение, в первую очередь терпение и просто надо себя организовать во всем. в спорте, в еде, в уходом за ребенка, в работе. Просто если есть какие-то трудности, надо просто сесть и себя организовать как женщину. Приоритеты расставить. И вот я желаю, чтобы у каждой хватило времени и сил хотя бы одну минуточку задуматься о себе. Вот я желаю, чтобы все женщины подумали в первую очередь о себе. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что рекомендации наших специалистов и Ирины были для вас полезны. До новой встречи. Пока-пока.